Якутию с рабочим визитом посетил глава Ростуризма Олег Сафонов. Развитие индустрии гостеприимства и плодотворное сотрудничество. Направление въездного туризма стали главными темами для обсуждения во время встречи с руководством республики. Тему продолжит Иван Подойницын. В ходе рабочих встреч один из основных акцентов поставлен на реализацию конкурентоспособной инфраструктуры в республике и о ее важности как для туристов, так и для повышения уровня жизни в целом. Мы должны предоставлять именно высококачественные мирового уровня услуги. По-другому мы не будем с вами, уважаемые коллеги, конкурентоспособны. Дело в том, что высококачественная инфраструктура, она ведь нужна не только тем туристам, которые временно приезжают в вашу республику. И эта инфраструктура в первую очередь будет востребована и воспользована самими жителями. На встрече с главой Якутии Егором Борисовым руководитель Ростуризма отметил, что деятельность в области развития въездного туризма оценивается как успешная, так как в последнее время ее рост составил 35%, а это более 200 тысяч российских и иностранных граждан в год. Мы считаем для себя приоритетным развитие туризма на Дальнем Востоке, потому что географически Дальний Восток граничит с очень важным азиатско-тихоокеанским регионом, который в мировом масштабе генерирует основной туристский поток. Все дальневосточные регионы очень активно развивают туризм. Было подписано соглашение дальневосточных регионов, Министерства культуры Российской Федерации и Федерального агентства по туризму о реализации Восточного кольца России. Помимо этого, руководитель Федерального агентства по туризму также заявил, что в Якутии будет создана комиссия общественного контроля за реализацией кластерного проекта в рамках федеральной целевой программы развития внутреннего и въездного туризма Российской Федерации 2011-2018. Вот она дорога к воплощению северной мечты, которой так грезит Якутия. На этих 20 гектарах пазлы туристско-рекреационного комплекса «Северная мозаика» нам обещают собрать воедино к концу 2018 года. Помимо автодороги на данный момент уже завершена газификация и проведено электричество по временной схеме. Но чтобы собрать инфраструктурный комплекс полностью, еще необходимо дополнительное привлечение средств. Это порядка 180 миллионов из федерального бюджета и около 36 из государственного бюджета республики. Планируемое завершение работ по коммуникациям – это только базис реализации всех туристических проектов. Это уже прерогативы инвесторов, привлечение которых сейчас особенно приоритетно. На данный момент у нас согласно инвестиционным соглашениям, которые у нас подписаны с 15 инвесторами, ведется плановая работа по строительству 15 объектов, как уже говорил. В течение текущего года, 2016 года, активная работа начата по 4 объектам. В следующем году, согласно плановых графиков ведения строительных работ, будут завершены 7 объектов. Сейчас, на данном этапе, мы ведем работу по привлечению потенциальных инвесторов на 7 новых объектов. В данном случае можно говорить о том, что у нас эти предложения открыты еще. Ростуризм окажет содействие также в развитии гостиничного бизнеса в Якутии, отметил Олег Сафонов. А для этого нужен благоприятный инвестиционный климат. При этом разрабатывать необходимы гостиничные проекты и бюджетного характера, и более дорогого туристического сегмента. Но все-таки, если мы говорим о туризме международного уровня, то и гостиницы нужны с международным стандартом. Вот в этом контексте, наверное, нужно нам сегодня рассматривать необходимость, скорее всего, развивать бизнес сетевого сервиса. То есть, такие гостиницы, скажем, как Мариотт, хотелось бы нам видеть на территории своей республики. Но соответствовать международному уровню должна быть еще и подготовка кадров, так же сказала Екатерина Кормилицина. Ну а пока что республиканский туризм еще мало узнаваем. Иван Подойницын, Джур Березкин, НВК Саха, Якутск.